Дорогие друзья, мы продолжим. Мы касаемо уже страхового пенсионного обеспечения граждан, хотелось бы и узнать для начала, что это такое, для чего оно и как предназначается эта пенсия. Пенсия – это обеспечение на старость, а страховое обеспечение – это возможность человека получить эту пенсию при наступлении пенсионного возраста. Что делать, если не хватает определенного стажа? По инвалидности, мы говорили, есть у нас пенсия. Возможно, есть разные к этому категории, но на сегодняшний момент право на пенсию имеют лица, достигшие обязательно 60 лет и имеющие 15 лет обязательного стажа. Если этого стажа не хватает, есть различные возможности его дополучить. Вот этот страховой стаж, само по себе понятие, что оно на самом деле такое? Страховой стаж – это тот период, за который были уплачены обязательные взносы на тот момент. А сколько это должно быть на сегодняшний день? На сегодняшний момент, допустим, при минимальной заработной плате 1450 гривен и проценте уплаты 22%, это 319 гривен. Вообще это определяется как произведение минимальной заработной платы на обязательный процент на сегодняшний момент. Смотрите, вот если такая ситуация, мы уже несколько раз в разных ситуациях это рассматривали, если человек, например, уже по возрасту должен выходить на пенсию, но, к сожалению, не хватает этого возраста, стажа именно, за который было уплачено в пенсионный фонд именно взносы, что делать в этом случае? Да, бывают и такие истории, ну, тут тоже предоставлена государственная возможность, имеется у каждого человека право заключить договор о добровольном участии в системе пенсионного страхования. Если у тебя, ты знаешь, ты уже можешь определить, что у тебя не хватит страхового стажа. Смотрите, стаж это должен быть до 15 лет или как? На сегодняшний момент обязательно условия 15 лет. По закону, правильно? А что делать, если нет этих 15 лет все-таки и как бы дополучить уже никак возможности нет, либо человек вообще всю жизнь не работал, например? Ну, да, бывает, да, и зарплата в конвертах и все. Ну, опять-таки, это можно обратиться в органы фискальной службы на сегодняшний момент и заключить договор о добровольном участии в системе пенсионного страхования. То есть, можно даже за вот эти все 15 лет тоже уплатить? Можно, ну, там… Мне интересно, какая же там будет сумма. Ну, сумма на сегодняшний момент, конечно, будет немаленькая, потому что доплату можно сделать только с 2004 года. На тот момент зарплаты были уже там основательными, но возможность такая все-таки есть. Смотрите, вот с 2004 доплаты, но все-таки этого возраста же все равно, как по мнению, не хватает. Ну, на сегодняшний момент как бы да, но это же продлевается. Вот допустим, молодежь сейчас, она очень мало участвует, понятно, в силу возраста, она не думает о пенсии, поэтому у молодежи есть еще размах. Потом есть люди, которые, допустим, или временно проживают на территории Украины, но работают здесь, или наоборот наши граждане, которые постоянно работают и проживают за пределами Украины. Ну, тут желательно, конечно, если хоть какая-то наличие, ну, все-таки у каждого человека, ну, примерно, ну, хоть пять лет стажа есть, а уже за какой-то период ты имеешь возможность доплатить. По поводу, вот, например, такого договора, о котором мы говорим, да, на какой срок его можно заключать или… Ну, договор заключается, в принципе, на любой срок, но не меньше, чем на один год. Угу, то есть от года. Да. Понятно. А вот с какого времени он начинает и вступает в силу в действие подписания? В силу он вступает с момента подписания. То есть так, как и любой договор? Да, ну, обычно это уже как бы экстренное событие, поэтому человек подписывает, да, и… Сегодня надо, но вчера, да, чаще всего. А смотрите, есть ли какие-то обязательные условия, возможно, какие-то там моменты, когда нет возможности подписать этот договор, либо в законе что-то прописано, какие документы нужны, вот, именно по документальной базе, что можно еще… Ну, документальная база, это, в общем-то, как для всех сейчас практически одинаково, это копия паспорта, копия кода, собственно, и все. И обязательные условия – это плата, ну, уже когда договор записан и подписан, и заключен, то постоянно плата взносов ежемесячно в размере не меньше минимального страхового взноса. Угу. Когда вот это срочное, мы говорим, да, в момент погашения, когда вот надо добавить там несколько лет страхового своего стажа, а это можно за один платеж сделать или необходимо тоже разделить? Ну, бывают, да, такие условия, что человек приходит, обращается к нам, специалист рассматривает его трудовую книжку, и какой-то стаж вылетает, и вот возникает экстренная необходимость. Тогда можно все единовременно одним взносом заплатить за какой-то, вот за тот период, который будет не хватать, возможно, уплата одним взносом. Только в течение 10 дней полтеж должен быть совершен. Угу, понятно. И еще один момент, вот, кто может воспользоваться правом на добровольное участие в этой системе общеобязательного государственного пенсионного страхования? Ну, в принципе, правом, согласно закону, могут воспользоваться любые граждане, достигшие 16-летнего возраста, но, опять-таки, неохваченные категории у нас кто? Молодежь, ну, молодежь студенты, иностранцы, граждане, проживающие и работающие на территории Украины, или, наоборот, наши граждане, которые за пределами Украины, которые не подлежат на сегодняшний момент пенсионному страхованию. Как быть, например, если потом со временем они возвращаются все-таки в Украину, тот стаж никак здесь, в Украине, нет? Ну, у нас с некоторыми странами договор заключен, конечно, допустим, со многими странами договора нет, а если был заключен договор, сейчас все в электронном виде, все это сохраняется в базе, поэтому это все по своему коду можно проследить, отсмотреть. И человек все равно будет получать эту пенсию. По поводу электронного мы говорим, несколько раз уже напоминали в эфире нашим телезрителям, что есть возможность зарегистрироваться в электронной системе, чтобы отсматривать, мониторить всю информацию по себе. Да, конечно, на сегодняшний момент при наличии интернета единственное условие, что нужно прийти к нам, наш, допустим, пенсионный фонд заводского района, обратиться, прийти с паспортом и кодом, зарегистрироваться. Получается электронный, да, такой код доступа, и дальше ты можешь отслеживать всю информацию, был ли ты зарегистрирован, какие взносы за тебя отчислялись, какой стаж на сегодняшний момент, ну, там море всякой информации. Ну, да, и говорили, как уже в предыдущий раз, что можно даже справки заказывать уже через интернет. Да, это уже, в принципе, да, и такая система тоже работает. И это уже не проблема. И записываться, допустим, для лиц с ограниченной возможностями можно записаться на прием, вот уже в электронном виде, да. То есть все возможно, поэтому, друзья, не теряем шанс, есть возможность зарегистрироваться в этой электронной системе и работать уже на полную, скажем так, видеть всю информацию полностью. А я нагадую еще раз, что у нас в гостях была Ирина Ржаткина, главный специалист в видеоплатежи в пенсионную систему управления Пенсийного фонда Украины в Заводском районе. Дякую вам за то, что вы были вместе с нами.